Куклы Риборн я начала создавать в 2012 году, а в 2019 я увлеклась созданием именно силиконового направления. За это время я создала более 700 кукол, и все они проданы и разъехались по всему миру. Многие предполагают, что такие куклы покупают люди, у которых нету детей, и это неправда. По всему миру тысячи художников-риборнистов и миллионы почитателей данного вида искусства. У большинства моих покупателей есть дети, и у меня лично тоже двое замечательных деток. Раз эта кукла, значит она для детей. И нет. Куклы Риборн, как и силиконовые куклы, это исключительно предмет коллекционирования. Как картины, марки, винтажные статуэтки и многое другое. Такие куклы сделаны вручную и требуют особого бережного отношения. И хоть процесс покупки иногда называют усыновлением, а коллекционеров мамочка, это исключительно игровые названия. К данному виду искусства. И эти слова не несут за собой ничего более. Также бытует мнение, что эти куклы покупают люди, которые потеряли детей. И это тоже неправда. В моем опыте таких случаев не было никогда. Некоторые также предполагают, что эти куклы используются как тренировочные в медицинских учреждениях, или как обучающие куклы для будущих матерей. И нет, это неправда. Стоимость таких кукол очень высока. Поэтому зачастую в обучающих целях используют обычных фабричных кубсов. Так кто же они, мои покупатели? Правила это самодостаточные взрослые женщины, которые увлекаются коллекционированием кукол. В коллекции таких людей не только куклы Риборны, но и шарнирные куклы об 11, плюшевые мишки и многие другие. Каждый сам решает, какие игрушки приносят ему радость. У кого-то это шубы, машины, украшения, а у кого-то куклы-малыши. Признаком высококультурных и интеллектуально развинутых людей является умение уважать и принимать вкусы и увлечения других. Помните об этом. Всем добра!